В преддверии нового года Сбербанк решил прорекламировать свои продукты узнаваемым персонажем, которого в свое время сыграл известный актер Леонид Куравлев. Сбер удивил своих клиентов, сделав рекламу с очаровательным вором Жоржем Милославским. Сценического персонажа Жоржа Милославского из комедии Гайдая Иван Васильевич меняет профессию оживили не за счет грима, а воспользовавшись помощью искусственного интеллекта. Для этого лицо Куравлева было воссоздано по кадрам из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и наложено на лицо другого актера с помощью технологии дипфейк. Не менее трудным оказалось воссоздать голос молодого Куравлева, который по звуку и интонации соответствовал бы главному герою известной кинокомедии. В мире пока не существует систем клонирования голоса высокого качества, особенно когда материал для обучения системы использовался низкого качества, а синтезировать нужно экспрессивную, насыщенную эмоциональную речь. Попросить самого актера в этом случае было нельзя. У него голос уже сильно изменился. У людей вообще голос с возрастом меняется. Однако и эта задача была успешно решена. Сюжет рекламы прост, воришка Милославский в очередной раз перемещается во времени и оказывается в 2020 году. Герой узнает, что теперь Сбер больше, чем банк. Не просто финансовая компания, а целый технологический гигант. Киногерой по ходу сюжета узнает о новинках и услугах компании. Он пользуется сервисами экосистемы, ездит на такси, заказывает еду через Delivery Club, слушает музыку в Сберзвуке, снимает деньги при помощи системы распознавания лиц. А в конце ролика оказывается на концерте, где пили селфи с не лета в новой рекламе Сбера. Благодаря такому перемещению Жорж Милославский не только познакомился с новыми сервисами Сбербанка, но также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо. Ведь такие удивительные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого и загадочного праздника – Нового года. Однако не все восприняли эту рекламу положительно, и на создателей данного ролика посыпались многочисленные упреки. Вот некоторые примеры. Прекрасно, вор-рецидивист рекламирует банк. Слушайте, вы определитесь там, как вклады 90-х возвращать, так вы не Сберкасса, а как рекламу делать, так вам почти 200 лет. Какой омерзительный клип. А за отсутствие масок Сбер должны были оштрафовать на пару-тройку миллиардов. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Поделитесь пожалуйста своим мнением в комментариях, внизу под видео. Ну и конечно мы будем искренне рады видеть вас в числе наших подписчиков.